Огромный пожар в декабре 1837 года практически полностью уничтожил Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Пожар тушилет больше 30 часов, само здание тлело еще больше трех суток. Это событие заставило власти задуматься о изменении системы отопления Зимнего дворца. А за 16 лет до этого события в Николаеве начинается строительство морской астрономической обсерватории. Я Андрей Шинкаренко, я просто расскажу вам о Николаеве просто. В астрономической обсерватории велись наблюдения ночью из телескопов, искры из дымовых труб, печек могли помешать этим наблюдениям. Поэтому здесь была придумана уникальная система. Вот как раз здесь, в западном крыле, в подвале западного крыла была расположена кочегарка, одна на все здание. Из этой кочегарки шли специальные каналы в стенах этого здания, по которым подавался теплый воздух из кочегарки. В каждом помещении было расположено несколько латунных заслонок, которые можно было открыть, и через них попадал в помещение теплый воздух. С этой стороны через специальные приямки в кочегарку подавали дрова и уголь. А вот там дальше был расположен подземный ход. Собственно говоря, этот подземный ход существует и сегодня. И этот подземный ход служил для того, чтобы подавать воздух именно в кочегарку и дальше уже непосредственно в само это здание. Почему это было сделано? Оказывается, что если взять специальные таблицы, они существуют, то мы узнаем, что на глубине около 2 метров, 2,5 метров практически постоянная температура под землей. Эта температура в районе плюс 10 градусов. Она колеблется на несколько градусов каждый месяц. Но среднегодовая у нас плюс 11. Я сейчас нахожусь возле воздухоприемного отверстия кочегарки Николаевской астрономической обсерватории. Это небольшая вот такая башенка, сложенная из камня ракушечника. Вот здесь когда-то внизу был вход туда, был приямок, несколько ступенек, и можно было попасть непосредственно в сам туннель. Сегодня этот приямок засыпан, закрыт, но, собственно говоря, потому что этот туннель не используется уже по своему прямому предназначению. От этого места до самого здания обсерватории, ну, до кочегарки где-то около 50 метров. Это расстояние позволяло воздуху, пока он шел по подземному туннелю, подогреться немножко до температуры хотя бы плюс 10 градусов по Цельсию. Если на улице было, вот как сегодня, минус 6-7 градусов, воздух попадал сюда, в эту башенку, и медленно, продвигаясь по подземной галереи, доходил до обсерватории. Ширина этого туннеля немного больше метра, высота около 2 метров, глубина около 5 метров. И эта башенка выполнена из камня ракушечника, как я сказал. И вот можно сюда, если сейчас подняться, то увидеть, что вот здесь как раз и это есть отверстие, которое, собственно говоря, является воздухозаборником кочегарки Николаевской астрономической обсерватории. Сейчас там решетка, ну, а когда-то там решетки не было, воздух просто проходил беспрепятственно туда. Ну, сейчас он точно так же беспрепятственно проходит в этот же туннель. Туннель здесь сохранился, но, как бы, никакой тайны в этом нет. Он используется для других нужд Николаевской астрономической обсерватории. А вот в 1821 году эта система была придумана именно для того, чтобы немножко подогреть воздух зимой и немножко его охладить. Вот такой естественный кондиционер был придуман, ну, как я предполагаю, все-таки адмиралом Алексеем Самуиловичем Грейгом. Кроме этого, еще крыша этого здания плоская кровля. И эта плоская кровля в свое время была покрыта специальными свинцовыми листами для того, чтобы обеспечить гидроизоляцию. Это отдельная тема. Были проблемы с протеканием этой крыши. Ну, вот при астрономии Карли Кноре, эта крыша была покрыта, часть этой крыши была покрыта свинцовыми листами. И протекания были сведены на нет практически. Но, тем не менее, вся вода с этой крыши собиралась при помощи специальной системы и собиралась здесь в специальном водосборном таком колодце или бассейне. И обсерватория за счет дождевой воды была обеспечена практически полностью технической водой. Она отстаивалась, фильтровалась и, в общем-то, была вполне доступна для того, чтобы пользоваться этой водой. Кроме того, здесь рядышком был расположен еще построен чуть позже флигер для прислуги. Интересно, что при Кноре здесь были устроены два специальных подземных небольших туннеля, по которым проходили такие, ну, скажем так, тросики или проволока шла к специальным колокольчикам. Два таких вот было туннельчика небольших колокольчикам, которые были расположены в этом здании. И вот когда астроном находился в самом здании, он дергал за одну из проволочек, подавал сигнал, и прислуга в этом здании знала, что им нужно сделать, что принести или что сделать для того, чтобы спокойно здесь проводились наблюдения. Ну, вот, собственно говоря, такая система здесь существовала. Она появилась здесь, ну, в момент строительства, собственно говоря, этого здания. И еще вернемся к системе отопления. Просто вот задумайтесь, 1821 год, кто-то же придумал эту систему, проложить вот этот туннель, прокопать. Ну, я думаю, что автором этого проекта был, скорее всего, Адмирал Грейх, потому что именно он настаивал на строительстве обсерватории, он продвигал идею строительства обсерватории, и он, собственно говоря, был, ну, как бы, идейным вдохновителем этих событий. Почему? Потому что, ну, даже те архитекторы, которые занимались строительством самого здания, Апатский, Фандерфлис, ну, они, собственно говоря, просто выполняли его команды, потому что Адмирал Грейх, кроме того, что он командовал Черноморским флотом, был главным командиром Черноморского флота, и генерал-губернатором Николаевским и Севастопольским, он еще и занимался астрономией. У себя прямо в доме, это здание, горожане знают, как дом, ну, как сейчас, музей судостроения и флота, вот на бельведере этого здания он проводил первые свои наблюдения, и он потом, как бы, предлагал, какое здание здесь построить. Я думаю, что как раз именно по его настоянию здесь была создана такая система отопления. И позже, после того, как Адмирал Грейх уехал из Николаева в Санкт-Петербург, это уже было в 1833 году, он стал председателем комиссии по строительству Пулковской обсерватории. Да, друзья, Пулковская обсерватория строилась уже позже Николаевской, и опыт, который здесь был приобретен, он позже уже передавался при строительстве Пулковской обсерватории. И вот именно эту систему я подозреваю, что придумал в то время Адмирал Грейх, потому что, как вот я сказал в начале, в Санкт-Петербурге о подобной системе задумались только после пожара в Зимнем дворце после 1837 года. Ну, вот такая на сегодня получилась небольшая история. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте про наш Инстаграм. Хотите помочь каналу? Ссылочка будет внизу в описании. Продолжение следует...